Мир вашему дому, Игнат Тихонович. С миром принимаем, брат. Игнат Тихонович, я вот от Галины слышал, и ну и так что-то почитывал, но в основном от Галины слышал, что раньше вы, и в книгах это ваших есть, точно знаю, что раньше вы, когда был лагерь Стан у вас, когда он функционировал, то есть это когда, не знаю, 90-е годы, 2000-е, начало, вы каждому по просьбе, видимо, ну вот кто отдыхал там, ну трудился вернее, как отдыхал, в трудовой лагере, вы давали характеристику детям, вот, давали характеристику, и насколько я знаю, что они, ну эти характеристики, они были, ну то есть правдивые, то есть все, что вы давали, они как бы, ну на самом деле так это и получалось, и на будущее, то есть как, что получится из этого человека молодого, ребенка там, да, отрока, как это так получилось, ну вот, расскажите поподробнее об этом, Игнат Тихонович. Ну, что сказать на это, да, было такое, и просили родители, и просили работники в лагере, и знакомые, когда про это узнали, а мне характеристику можете дать? Могу. Так, назови лучших друзей своих, и врагов своих, родителей. Я не просто так брал, садился и писал, нет. У меня в то время старшаяся была воспитателем, Наталья Приходько, она очень внимательно смотрела за детьми, и все фиксировала, записывала. Она писала, если там кто-то еще был такой, вижу, что мыслящий, он писал. Дальше я собирал тех, которые просили, кто их знает, и сам свое, что я видел за это время. И вот это суммированное вместе на молитве я проверял. И тогда писали характеристику, печатали на особом бланке. С обратной стороны какая-то была гравюра Гюстава Доре, черно-белая. Это не просто было так сделано. Ну, а характеристики остались у меня, я их поместил потом в своих книгах открытым оком. Некоторые были не очень довольны, иные не согласны. Вот один привез, архитектор города, как я узнал. Это для города значимая фигура. Ну, и у него две девочки. Приятные такие, в одинакового возраста. Я даже не понял, двойняшки они или нет. Ну, и когда приехали, а беру я не меньше, чем на, допустим, три недели. На две недели не беру детей. Две недели это акклиматизация. Ну, опыт. 45 лет. Так. С детьми вожусь. Ну, и когда приехали, через две недели-то. Ну, и как тут наши девчушки-то? Нормально. Они большие уже, лет по 12 было. То есть они бы уже у мусульман замужем были. Своих детей на руках качали. Я стал говорить, мать слушает, отец слушает, согласно. А потом, когда сказал, что они растут эгоистами, мать говорит, нет, они добрые. А отец стоит, говорит, нет, мать, все так. Проходит, когда уехали они несколько лет. Характеристику я им дал. Ну, и как-то случилось, мы созвонились. Я говорю, ну, и как? Как? Две жирных свиньи выросло. Отец говорит, две жирных свиньи выросло. Ну, вот и все. Вот бывает так, даже член общины он просит. А бывает, кто-то из его мать или отец, а он на стороне, ну, помогает. А мне могли бы написать, ему напишу. Он другой переморщится, а иной хохочет, дескать. Ну, надо же, как вы про это-то узнали? Писали близкие. Характер. Я не события пишу, там, ты такой-то, именно как. И с проглядом в будущее. Это 45 лет, это сохранилось сколько характеристик. И ни один ни разу не сказал, вы говорили, а вот этого нет. Вы говорили, а стало не так. Ни разу. Мы очень осторожно подходили. Не так, что я там пророк или говорю. Нет, из того, что есть. Ну, и ко мне обращались очень известные даже люди. Как вы смотрите? Меня называли великим психиатром. Приезжали профессора психологии. Профессор психологии. Представь себе. Врач. И она живет здесь и говорит, где вы этому учились, преподавали. А Бог оттуда. Туда же, когда про нас узнали за рубежом, что за один месяц ребенок так меняется. Законченный наркоман. И все это бросает. Когда ни врачи ничего не могли сделать. Одни говорят, мы уходя на работу, купили наручники, его приковываем. В батарее. Говорит, из дома все вытащил. И вдруг он встречает. Другой там бил, крушил все. Ребенок такой. А тут обнимает и голову прислонил, как к лебедушке ее птенщик. И она прилетела сюда, директор Кэстонского института Ксения Деннон. Ну, не так, что с Лондона в Потеряевку. Она в Останкинске остановилась. В епархии. Там ей дали сопровождающего Юрия. И он с ней сюда прилетел. И она везде такая, ну, небольшая, чем-то похожая на Валю Валентину Янчук. Такая. И одежда у нее такая маленькая, как, ну, посыпанная чем-то белая. Сама чистенькая. Говорит отлично по-русски. Я даже так и не узнал. То ли она вышла за англичанина и такой должности добилась директора института. Вот. И она все смотрела. Книги приобрела мои. Купила. Ну, я знаю, раз у нее деньги есть, почему не взять за свои книги-то. И она приехала и написала статью, называется «Осуществление мечты в сибирских степях». Про меня. Ты заряди ее, в интернете найдешь. Прекрасная статья. Притом она ни разу, нигде не солгала. Она все узнавала. И когда поехала обратно, она сказала, как царица Савская о Соломоне. И говорит, могу сказать, мне и половина про вас не рассказали, что я увидел. А там смотреть нечего. Ладно, там степина навозной кучи. Что может быть круче. Вот. Значит, мы иногда делаем что-то, не знаем, с чем кончится. И я не настаиваю на то, что вот стопроцентное непременно. Потому что нельзя узнать, это человек, это космос. Ян Затаус поехал в командировку за Босфор. Ну, и самого близкого своего митрополита поставил, там Севир, кажется. Приехал, тот заперся, его не пускают. Захватил престол. Дом взял самого хорошего. Ну, идущий мой хлеб поднял на меня петух. Христос его избрал. Он избрал, ты видел же, как Бог-то видел. Человек, это не просто так. Ну, и вот поэтому, каким образом писались эти характеристики. Вот ответ. То есть, мы подходили очень внимательно. С молитвой, все молились. А бывает, ребенок не согласен. А характеристику выдаем, когда приезжают родители. Я ребенка ставлю между двух родителей. Я с этой стороны стою. А там, напротив нас стоит весь лагерь. Десять раз ребенок должен ударить в колокол, отъезжающий. Ну, ну, все. Один раз собраться, два раза там. Ну, и все это показано, где молиться. Три раза на обед, четыре, Евангелие считается. А десять он уезжает. И он бьет в колокол. А колокол рында там, из-под кислорода. Сам видел, ты же был в лагере-то где-то. Ну, он говорит, ты теперь стоишь, вот где Ваня. Ты стоишь между родителями. Ты меня уже не боишься, да? Нет. Ну, теперь говорим, все. Они тебе не дадут по обиду-то. Говори ты, тебя наказали хоть раз. Я, видишь, как я делаю-то всегда делаю одна... То есть, лучшее не сделаешь. Они уезжают. Рассчитались. Никто никому не должен. А родители улыбаются, на него смотрят. Тебя наказывали? Наказывали. А зря было? Нет, не зря. Я виноват. Почему я приехал, заматерился сразу. Мне крапиву показали, какая. Ну, и вот то другое. Вот одно... Я так примеру сказать. Одна привезла. Я не знаю, что она психиатром работает. Она ничего не может сделать с ним. Что, гиперактивный называется. Ну, такой... Он только... Завели его в лагерь. А тут клумба выходить, где большие качели. Он через клумбу... А воротцы прям рядом, где играют в настольный теннис-то. Просушка, где большого здания. Ну, только в затене-то. А он прям через ограду перемахнул. Ну, ему лет, наверное, уже 10. Сухонький такой. По клумбу, по этим... Я гляжу, ой-ой... Играет в городке. А вон эти городки, которые вышибают. Баклуши-то. И которые битые, шаропки-то. Он схватил и в туалет бросил. В туалет. Это все откроется в один день. Подошел к девочке. Да, я покачаюсь. Она говорит, у нас так, что... Я должна пять раз скачнуться, потом тебе дам. Пошла ты отсюда пять раз. И он... Она говорит, пойдем к воспитателю. Ты меня ударил. Нас не зажаловаться. А если не пойдешь, я одна пойду. Ну, а я тебе вот дам. Он говорит, я и про это расскажу. Девчонка-то. Ну, мы зашли. Когда все было, я его подозвал. Маму подозвал. А мама еще здесь. Она наблюдает. Ну, можно ли его оставить-то? Он на голове ходит. Ну, и... Зашли там, где бильярд. Виктор Николаевич его под мышку. А мама села напротив. Я никогда не наказываю, чтобы видели. Ни один не видит. Здесь по-другому нельзя. Мы закрылись. Мать. Давай, мать. Ты согласен, что доказать? Да. А он не поймать. Визжит. У него не голос, а визг такой стоит. Ну, Виктор-то держит. А он как вот, понимаешь, выкручивается. Ну, он его зажал. А я сзади начал его учить. Сзади счастья. Ушинский, отец русской педагогики, говорил, у ребенка уши растут ниже пояса. Ну, он как заорал. Сердцем матери, клянусь, не буду никогда этого делать. Сердцем матери. Это знает что-то. Ну, я ему свету еще подосыпал. А у нас высшее уже наказание, отказ. Ну, мать, только не отказывайте из лагеря. Она говорит, я поняла, что вы что-то можете сделать с ним. У нас веревочки такие сразу вдвое свили. Одна петелька на руку ему, а другая на воспитатель. Вот шага никуда не будешь. Теперь только ходить купаться, пить. В туалет везде будешь только с ним вместе-то где-то. На веревочку называется посадить. Под контроль. Он рвается, а дальше никуда нету. А тут меня потребовали на операцию с позвоночником. Тяжеленная операция. Позвонки там это. Выдавила между ними хрящ. Операция была успешная. Я еще в больнице лежу, а она пришла. Я не знаю, домой ребенка довезла или еще-то. Пришла со светами отблагодарить. Сына я не узнаю, говорит. А то надо. А я сказала матери, с кем она живет. Третий раз замуж выхожу, и только из-за него. На седьмом этаже я его выброшу в окно все равно. Психиатр. А она ребенка выбросит в окно. Да к тебе дома-то не будет. Ну и пусть. Такой идиот, чтобы не рос. А по тут она пришла, что-то мне там какие-то вишенки купила. Ну вся светет. Вот что значит послову Божию учить. Учить накажешь тело, вращуя душу, говорит Иоанн Златоуст. Тело с душой так связано, что вращуя тело, мы вращуем душу. И по этому характеристикой мы запечатлеваем родителей, какие они есть, какие упущения сделали. И что нужно делать. Вот так. Игнатик Игоревич, а почему вот эту систему, ну как сказать, да, вот, ну систему по Библии, почему ее не используют? Современные наши, так скажем, проповедники, я не знаю. Может у кого-то у них есть такие лагеря летние, может быть, может и нет. Там Дмитрий Смирнов, Ткачев, Георгий Максимов, там вот появился недавно. Вот. И так далее. Их же не с числа. И что, почему они так не делают? Да. Ну я вижу, как, я их хорошо знаю, много Смирнова смотрел, Ткачева уже утром сегодня слушал, как он там заливается, говорит, да с гневом, да вот и другое. Так, причина та, что они над людьми не трудятся. Он как соловей заливается, а дальше не идет. Конкретно человек вот такой-то и с ним утром, вечером, днем, вот я с тобой занимался. Ну, никак, ты там что-то там нашоркал, остался в лагере, я тебе все, отдельно тебя отлучил, потом приходи сюда, с нами будешь жить. То есть я тебе переливаю вино из одного состава в другое написано. Ну ты же сам знаешь, где. Когда приехал, лопатой дерево рубили. Ну еще, вот, и ты день и ночь, и я думаю, а как здесь сделать? Там неправильно тополек срубил, я тебя пропесочил при всех, чтобы проще имели страх. Они ни кем не работают, они не работники. И вот, допустим, начинает Дмитрий Смирнов, к меру сказать, ну с такой утроба я бы даже на народ не вышел. Он сидит, когда у него этот кресор пополз туда, он опять его на пузырь поставит, разговаривает, он опять туда пополз. Вот, он не может, у него как в футбольном мяч больших размеров там. Ну хоть маленько-то, уважайте людей-то. И не стыдятся, всегда развалятся так. И обязательно стаканы, хлюпают воду. У меня пара часов, по два часа занятия в университете были в разных. Я не позволил ставить стакан рядом даже. А они, мы настолько разные. И вот, допустим, выступает у Осипов, говорит, он как будто забыл, кто он такой. Самый естественный финал Осипову, чтобы он вышел и сказал, да, вот у меня сохранились снимки, как я в масоны поступал, как я добился при советской власти звания пропеса, то другое. Уйти полностью открыто и работать на них. А до конца крутят-вертят. Он перепользовал, может, десятки тысяч людей и священников. Это его все паства, которые сегодня ничего они не делают, не проповедуют, а от которых громят в то же время. Вот Смирнов. Он много говорит о мусульманах, хвалит. Мусульмане перепечатывают его материалы везде, в интернете. Самое естественное, если бы он перешел в мусульмане. Он мусульманин, фактически уже. Но он еще этого не понимает. Естественно, ему перейти туда. Почему? Потому что он нигде не говорит, что это он перепортил свою пасту. Сравнивает, бабку везет, если бабка подошла, одна ему и говорит, отец Дмитрий, можно вопросик задать? А я думаю, зададут такой, что не ответишь. И он начинает ей слушать. И она говорит, я еду в церковь, автобуса нет, я такси нанимаю. Если это мусульманин, я подъезжаю, деньги даю, он не берет. Ты мне мать, ты едешь молиться, как я могу с тебя взять? Но если русский едет, обязательно возьмет. Это моя работа. А нет бы, отец Дмитрий говорит, а нет бы, ты узнал, заплатил за нее, сумки занес бы ей кверху, на этаж и прочее. То есть он не работник, он мечтает. Ему сказали там такие сектанты, и он прямо открытый говорит, да берите кирпичи, бейте по окнам. Это прямо статья экстремизма. А его не трогают, почему он нужен для развращения. Узнают, он меня живьем съест, да подавится. Я не по зубам им. Попутно хочу сказать. И он хвалит мусульман так. А почему? Мусульман не такие, как ты. Они конкретно работают над душами. Каждому. Если ты изменишь нашей вере, кирдык, все. Если она не девственница вышла, он ее тайно где-то может уничтожить. Сестра или мать. Вот, зарежу. 16 лет. Отца убили, ваххабит. А его спрашивают, если мать будет водить мужчину. Не вышла замуж. Она может выйти, но не вышла. Зарежу. Сестре 15 лет, 16. И она ходит с парнем, дружит и, оказывается, спит вместе. Зарежу. И он не бравирует. Он сказал то, что у нас ничего этого нет. Я не прошу резать. Но ты работай. Ты работай. А они одно и то же. Закон Божий. Через какое еще свечки подавать? Да нигде не берите свечки, только в церкви. Сребролюбцы. Они опровергают слова Христова. Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. А не мамоне служат, а не Богу. Если Богу, значит, люди были бы такие. Ты считай первое послание Иоанна. Как он говорит? Рожденный от Бога не грешит. А далее. Рожденный от Бога не может грешить. Как супергрешный, архигрешный, гипергрешный. Все знает. Это никого не привлекает. Он не может грешить. У него настолько переформатировано сознание, что он ужасается этого. Даже подумать об этом. Как это так? У меня брат тот пьет, но я никак не подойду к нему, даже близко, к этому его пороку. Как это? Я ему говорю. Пришлось из Потеряевка его выселить. Собрание собрались и вымели его. Родной брат. Потому что устав нарушен. Но на меня он никак не повлияет. А это, видимо, как-то. Он понимает, вот так бы надо. Но мусульмане-то они работают. Она во Франции. Ну и юбку повыше. Ну и все остальное. А Галила, ее сразу узнали. И вот утром я гляжу, они уже на нее. Ну, сестра, купи хиджаб. Ей говорит там мула. Маленько погодя, имам выступает. Сестра, ты плохо делаешь. Ты мусульманка. Купи хиджаб. Шейх выступает. Князь. Ученый. Сестра, ты во Франции находишься. На тебя многие смотрят. Ты мусульманка. Ты купи хиджаб. Утром купи. Она уже утро не дождется, чтобы купить. Все над ней. Закрой тело. Ты кого любишь? Кого полюбила? Ну, я свой там мусульманин. Мусульманин? Почему он тебе это не сказал, что надо так? А он сегодня умрет. И в могиле будет. Через три дня тебя туда посадить в могилу. Ты будешь с ним сидеть там? Понятно. Нет. Ну, вот и все. Он смертный. Ты угождая Аллаху, а не человеку. Ты женщина. Ты должна подарить пять сыновей Аллаху. То есть они со всех сторон окружили. Они работают. Я не боюсь говорить о мусульманах похвально, потому что в этом направлении я работаю. У нас одеты как мусульманки. Ничем не отличаются. Свой хиджаб. Но только по-русски два платка под булавку. Ну, как на картинах смотрим у Репина, у Сурикова. Там везде все показано, как они. Я, к примеру, все это говорю. Подбираюсь к этому. А уж про этого Горбачева говорят. Кащева разницы нет. Как Горбачев говорливый. Он, я считаю, он говорит, как он будто бы мешок с просом прорезал кто-то и просто сыпется. И он разоряется. Я не знаю, правда нет, что он полковником был. Полковником был. Допускаю. И он начинает, там, такие-то, вот там-то протестанты, так-то. Самое естественное, если он перейдет в протестанты. Наконец, кто-то махнет и станет баптистом. Адвентиристом каким-нибудь, харизматом. Это я мог бы, ну, видно, что другим он не может быть. Но не говорит, что такими ты их сделал. Однажды, снимавший, повернул камеру, когда он заливается соловьем там, упрекает там своих прихожан. А там торговля идет, а такое движение идет, брованого движения называют. Он не работает ни на одной душой. Выступает, сидит, и вот он все знает, когда Есенин, какая любовница, все рассказывает. А из Слова Божьего ни одной выдержки, ни одного стиха нету. Я про кого говорю все одинаково, там про Осипова говорить не надо. Ты посчитай ответы, когда человек верит в Бога. Сколько мест Писания, сколько выдержек и жития святых. Что святые сказали конкретно, а не так, что полстрочки, как Осипов. Затауст сказал, и в Аде нет никого. Но это гипербола. В Аде остались люди, нет. Нет никого, вечного мужчины нету. И дальше он уже колобродит на темной пастве. На нее и спускает слюни. И вот я посмотрю на них, какую характеристику дать. А на кого легче, на ребенка? Ребенок еще развивается. И он со мной всего лишь три недели или четыре. А этот уже оформившийся. А они любой власти подмахивать будут. Им разницы нет. Никакой. Как-то Пугачева там эта, Примадонна, Алла Борисовна. Зачем ее занесло? На кого спорить? Открыто перед съемкой. Жириновским Владимиром Вольфовичем. Он ее распылил, от нее даже порошинки не осталось. Ну вы это помолчали бы. Ни новоправителей, под которого не ложились бы. А я создал партию у меня. Сколько голосует, он перечисляет. Ну у него два высших образования, французский язык знает, звание полковника. У него еще нет, а ничего нету. Ну нету. Ну дочь такая же там ходит замуж, раз, другой, третий детей там отнимает. С чеченцем она народила. Отобрали. Кадыров отобрал. Она к этому рассказывает. Путин, он говорит, там национальные обычаи такое. Ты же знал, ну я при чем здесь. То есть, и вот эти люди, которые пытаются сегодня учить. Я не говорю, что они делают противозаконное. А законы много проще. Ну бейте кирпичами, открыто прямо здесь. И написано, самый хитрый поп. Или самый там безумный. Самый наглый. Самый наглый поп. Но ролик даже, а ему это трын трава. Почему? А он может говорить, а его нельзя трогать. Почему? Если он верующий, он наоборот, как еще облечающих меня помогли. Так вот, характеристика им всем такая. Начинайте трудиться. Получите рождение свыше. Скажут, вы что думаете, ни у одного не рожденного? А так прямо крещит из них. Рожденный свыше так себя не ведет. Он с Библией не расстается. А она у него день и ночь под головой. И в голове. И в сердце. И в уме. А они этого не знают. Я вот слушаю и думаю, ошибка-то в том, что не к тебе пришли. А к рупору, который от Бога. А ты все запечатал и себе всю славу прислаешь. Гордыня прелесть. Вот они все в гордыне и прелести. А ко мне пишут. Уже был. Не, унести какой диск нам? Никакой. Принести. А, принести нам. Миленький мой, все. Игнать Тихонович, ну вот, все-таки был светильник, который любил писание. Это Данил Сысоев. Да. Расскажите о нем. Характеристику ему дать. Ну, характеристику. Дело в том, что с кем я разговариваю, о ком говорил сейчас, я ни с одним не встречался, а только по их трудам. Как один говорит, ну жили бы мы вместе с Сашей Пушкиным, с Александром, на одной лестничной площадке. Здорово, Саша. И не считал бы ни одного произведения. Я бы его так не знал, как считает то, что он издал. Так же и с Достоевским. И все. Я увидел, он лежит на лестничной площадке, Достоевский, ну, падущая у него была. Теряет сознание и хлопает его. А я прочитал его все книги. А мне встречаться и не надо. Я каждый день слушаю. Осипова, Смирнова, сколько я время на них потратил. А они моего ничего не знают. Как это, так, Георгиев там и... Или Георгий... Максим... Георгий Максимов. А не поймешь у них фамилии такие, эти... Ну, он совсем не стал даже вникать. Он сослался на Дулевичей. Во-во-во-во. То есть совсем... Ну, то есть он себя просто в глазах... Как... Ну, я опустил. Нереально. Ну, человек даже не вникал, не смотрел, а... Он обращает. Ему не надо это. Не надо. Он только то, что ему скажут. А то его... И он видит, ага, тот против сказал, все. А это его специальность. Он ничего не делает. У него никаких трудов нету. Я его ни разу не видел, чтобы он был с лопатой, с топором. И ни одного када ни разу не видел нигде. А я с ними вместе. На рыбалке. Копаем землю. Делаем дорогу. Они меня видят. Пруды там восстанавливаем. На поле работаю. Жуков собираю. То есть я могу показать десятки работ, которые мне Господь позволяет делать. Они не делают. Он не может дать ни одной характеристики, кроме того, что оту его. Вот сегодня он был с ними, Андрей Кураев. Но только разоблачил этих садомитов, как они все бросились на него. Сразу же. И его из Духовной Академии выбросили. Но он работает еще и профессором в МГУ. Они давай туда стращить, чтобы выгнать, чтобы без куска хлеба отставить. Они жестокосердные. Бешеные псы. Они рвут его на счастье, как Григория Ефимовича Распутина. Я просто сказал бы, может, абсолютно неверующие. Он понял, тут ему корыто. Он перелез передними, перелез и задними. И щавкает там. Я не конкретно говорю, а подряд о всех, каких знаю. У них ни скромности нету, ни порядочности в этом вопросе. Ну вот Артемий Владимиров, что о нем можете сказать? Ну я еще могу сказать. Еще раз говорю, ни с одним я не встречался. А чтобы о нем сказать, мне нужно его в Потеряевку на три месяца. А что смеешься-то? Я нахожусь в Сан-Франциско. Это не маленький город Сан-Франциско. А меня там позвали вниз, где в мощи Иоанна Шанхайского. И там спрашивают меня. Петр Перекрестов, там другие. Вот таких-то мы приняли. Гладиолус. А вот эти, знаете, я говорю, отец мой о них знает. А я нет. Но я могу сказать. Мы, говорит, принимаем, а кого они? Нас упрекают, говорят, это такие отбросы, которые в патриархии даже не нужны. Я говорю, Потеряевку на три месяца. Заранее подписка, чтобы вовремя вставал спокойно. Ты сам знаешь как. В 4.40 молиться, работать и бегом бегать. Вместе купаться будем, обедать. На три месяца. Я вам дам характеристику, которую он напишет сам. Сам своей жизнью напишет. Три месяца достаточно? Да. Я вспоминаю, газета есть «Щит и меч». Это главный рупор МВД. Министерство внутренних дел. И там спрашивают. Внутренних дел там, видимо, и военные. Интервью берут у одного ваххабита. Молодые, здоровые, крепкие. Но везде как-то внедряют своих штирлицев, чтобы знать, передавать где-то. А могут такое, чтобы евреи или подкупленный какой-то араб среди вас был? Они говорят, нет, это невозможно. А почему? Ну, среди фашистов были эти Тихонова. А фашистские были тут у нас и Берия, и кого-то ика не было. Он говорит, нельзя. Причина та, что мы только ночью три раза встаем на молитву. Если он среди нас будет, а он в это не верит, он или с ума сойдет, или будет такой же, как мы. Вот ответ, я понимаю. Вот если он к нам приедет на проверку, а то он или с ума сойдет, или будет такой же, как мы. А ему, чтобы он не саневал, если на работу, на сеновал не прятаться, а только работать. Вот, до пота, до седьмого. Как батюшка утром приходит, приехал на велосипеде, собачка с ним. Стали говорить, я третий раз уже пропотел сегодня. Он косит сам везде батюшка, а у него пружинка там вместо сердца-то уже. И он это, его никак нельзя, он все время работает. А вещик до ста штук держит. Он с тарелкой не ходит, не просит. Кто бы ни приехал с архиереем, он всех награждает, барашка два заколол, все на столе, все у него есть. Я говорю о характеристиках. Характеристику человек пишет сам. Мне характеристик столько написано здесь, и ни разу не видели, ничего не считали. Я всегда глядываюсь, а о ком это они говорят. Настолько выдумано, что даже, ну, маленько хотя бы, вот, где-то я считаю, чтобы я увидел. Вот, когда передавали материал сладкие, горькие плоды сладкого плена, Зоя Александровна Храхмальникова, Голос Америки, передавал. А я там что-то ремонтировал, книги, сижу, слушаю радио. Я оставил, что-то, как, это мой материал. Надежда Васильевна сразу тоже, так это твой материал передает Голос Америки-то. Потом раз, фраза такая, э, это не мое, а там в мой материал кто-то вкрапливает свой. Оказывается, Зоя Храхмальникова-то написала, я вообще к там отношения не имею. И я немедленно еду в Москву с ней, встречаюсь, и мы сидим вместе. Для меня вот тут преград не было, потому что я нашел сокровище. Продаю все и покупаю это поле. И она только сказала, вы трибун, вам нужны стадионы. А я кабинетный работник, она кандидат филологических наук, там работала где-то там в министерстве. И такие, не знаете, важные должности, обратившись, и ее тоже не сохранили. Она отбывала здесь, на Алтае, выселка у нее была. Вот к примеру все это говорю. Я услышал встречу, их не заинтересовало, кто я такой, что у меня такое. У них что-то есть, ничего нету. Я раньше считал, когда принимали на работу, ну такая руководящая где-то, и секретарь записывал анкету специально. Там, где живешь, женатый, первый раз нет, дети. И дальше, владеетели иностранным языком. А секретарь, девчонка сидит, и она все время выщеркнула, не владеет. Ну, русский, ну кто владеет-то? Из твоих, которые русские, назови одного, кто владеет иностранным языком. Хотя бы одним. А, из наших окружений? Твоего окружения, которых ты лично знал. Ну, не надувайся, я знаю, что ты знал. А он говорит немецкий, она пишет немецкий. Он говорит английский, французский, испанский, португальский, китайский, китайский. Он говорит, хинди, это индийский там где-то, перечисляет редкий язык, аварский даже знает. 17 языков записала, а дальше, говорит, 5 языков. Я польский знаю, чешский, румынский, венгерский, только могу говорить, считать не умею. И она, все, он говорит, все. То есть, такой человек может быть один даже на страну. И она даже глаза не подняла, не посмотрела. И дальше его спрашивают, разведен, не разведен. Это как надо убить человека? Даже сказали бы, не смотрю, я бы все равно глянул бы, а что за человек? А где вы учили языки? Он говорит, в очередях. Стоишь, делать неешь, а я, говорит, учил языки. Как бы не было советских очередей, я, говорит, знал только один русский, материться как. А в общем, меня приучили к терпению. Вот как люди настоящие знают. Понятно. Поэтому, о ком мы сейчас говорим, они не труженики на Неве Божьей. Нет. Это хлеб. Вот я проповедую. 57 лет стаж у меня. Духовная работа. Еду, раздаю свидетельства. Вокруг Потеряевки только 30 тысяч Евангелия раздали где-то. Ни копейки. 40. За то, что я благовествую. За то, что еду 120 тысяч километров. Только за одну поездку на горючие 440 тысяч ушло. На 35 миллионов книг подарили. И себе, мне, ни один рубль не попал. 45 лет начальник детского лагеря. Ни я, никто не получили ни рубля. Деревню строим. За 28 лет ни копейки государство нам не дало. Не считая учителей, которые там получают от мизерной зарплаты еще какую-то часть только. Учеников мало. Но мы разные. Я это делаю по велению моего сердца. А он по велению его утробы. Они не призванные. Я могу сказать больше. Они бесталантные. Да кто так говорит? Я повторяю. В другом ракурсе смотреть надо. А как вы определяете талант? Угодность Богу. Любящим Бога дает сознание от Бога. У них нет знания о Боге. Они знают, что не надо. Я другой раз слушаю Ткачева. Я первый раз, когда услышал, я подумал, рано или поздно он должен на меня броситься. Но когда вот эту женщину сказал через колено доломиком, а на него там дворки все бросились. Эй, я думаю, ему теперь не до меня. Ему только огрызаться надо успевать. Они его сломили буквально. Но он опять поднимается на ноги. Они не умерятся. Он говорит и совершенно не смотрит на людей. Он не может сказать, что наденьте платки. Я веду занятия в университете. Актовый зал. 750 человек. На другое занятие все до одного в платках будут. Возьмите запасные платки. Кто придет, что другому дать. Кто курит, хотя бы день не курите, чтобы запаха не было. Понятно? И они сидят все. И у нас все есть в университетских аудиториях. Они ничего не могут людям сказать. Они лишь жалкие свидетели разврата родителей. Влияния их на народ никакого нет. Вообще нет. И поэтому, если меня слушаются, это гуру. Гуру. А гуру означает учитель. Это похвала. Я сравниваю, как говорю. Это Сталин вождь. Вождь народов. Ему приятно. А вождь означает... Фюрер означает вождь. Она говорит, фюрер Сталин, привет. Расстреляют за это. А это одно и то же слово. Так и здесь. Они не учителя, ни гуру, никто. А что делать, Игнат Тихонович? Ничего не делать. И главное, в чем дело-то, когда кому открывается что-то, они начинают колбасить, как говорят. Куда-то уходить, какую-то реформу. Ничего не надо. Надо молиться. И мы за реформу не считаем, что у нас библейское, в наших храмах считается по-русски псалтырь, а остальное по-серковно-славянски. Мы ничего не выдумываем. Мы просто работаем. И молимся. Я писал письма генеральному секретарю ООН. Всем генеральным секретарям, Горбачеву, Брежневу, Хрущеву. Всем я писал, кому только можно. Призываю к покаянию. Меня трепали. А они не напишут. Они никакого влияния на власть не имеют. Патриарх рядом с президентом, с премьер-министром. Ну мог бы сказать. Сказать, запечатлень себе, дай народу жить нормально-то. Ну что же, все, богатство страны в Израиле, в Америку, ну себе-то хоть что-то оставьте. Сейчас Африки там 17 миллиардов долларов прощают. А-то все кормили. Ну своим-то дайте жить. На 72-м месте по медицинскому обеспечению. Уровень жизни какой. Долгота жизни. Аборты запретите. Хотя бы аборты. Запретил только Рамзан Ахматович Кадыров. Настоящий руководитель страны, который есть. Татькон один. Я в других не вижу. И от счастья Лукашенко Александр Григорьевич. Им учиться надо. Я по повелению Божьему, я молюсь за всех. Поминаю каждый день. Вот так. Да. Печально, Игнать Тихонович. Ну да. И печаль эта должна у тебя выразиться в жаркой молитве Господу. Пробуди их. Я не говорю смести их. Дай майдан такой, чтобы горело все. Нет. Дай тихий мирный, дабы жизнь проводить. Тихую и безмятежную. Безмятежей. Безмятежная это не безразличная. Безмятежная. Чтобы не было революции. Иначе вместе с заправителем потянут и церковь на Голгофу. Николая расстреляли, туда и патриарх Тихон потащился. Ну вот все. Вот характеристика. А вы хотели, чтобы дали вам характеристику? И не кто-то это говорит, а близкий человек. Вам характеристику. Пожалуйста. Я как-то сказал в университете, я говорю, кто ходит на занятия, просьба, напишите дома, в спокойной обстановке, как вы пришли к Богу. Как оказались в общине. И написали не один, а 84 человека. Кто не написал? Не написали те, у которых не было ни того, ни другого. И даже, которые никогда не были членами общины, написали. Я поместил все в книгах. У меня там написано 15-16 том открытым оком. И там в Америке считает один баптист, звонит и... Это вы писали? Я писала! Тут у нас, у Нагаева Мария. Она. А ты кто? Я баптист. Баптист, покайся, приди в православную веру. Она сразу прямо, тут же его, говорится, быка за рога. Он баптист, да, при том хороший, по-баптистски хороший, с бородой. Там, с этими баптистами, знать все не хочет. Строгости держит детей. И он, его заинтересовало-то в православии, такие люди. А другие даже не верят. Вот у Лены Барабаш, у Игоря характеристики. А отец прочитал, Александр Александрович, это Игнатий на вас написал? Нет. Виктор Николаевич пишет характеристику на детей в нашей Потеряевской школе. И одному пишет, какой он хулиган растет, и что из него дальше будет. Это невыносимо. Отец сразу это Игнатий написал. Он говорит, он даже не знал. То есть, это ученики, которые отобразили мой образ. Момысление имеется в виду. Вот так. Я говорю, Виктор Николаевич Савченко живой, спроси его. Я говорю, правда или нет? Расскажите за царь Данила Сысоева, Игнатий Тихонович. Хоть пару слов там, я не знаю. Понимаете, по ученикам иногда, по детям узнается отец. Вот у него там есть НТО, называется, от царионов. НТО. НТО. НЛО это неопознанный летающий объект. НТО это неопознанный темный объект. И вот он везде там дрался, там кидал, там наконец его вызвали и хлопнули, больше его нету. Церковные поднялись на него. А он везде там выходил и такие конфликты устраивал. Нигде нету вообще, как будто не было. Вот этот Дулевич там, который, что он такой, я смотрю на него, полушаманские какие-то песни там, трясет его там. Он ничего не знает, не видел, вообще никакого отношения, может, к христианству не имеет. Я послушал, как он говорит, где, что, у него ничего этого нету. А ему сказали, а Иларион сказал, что в списках у нас не чистятся эти две общины, потеряются. Правильно сказал? Им сказали, ну что тут две общины, вы вычеркните их. Но не чистятся у него, но не у Бога. То он вообще не понимает этого. Их никто не признает. Батюшкино богослужение безблагодатное. Это он в семинарию учится. А батюшка служит в Покровском соборе. С архиереем, митрополитом, Сергием Иванниковым. И он радостно встречает, батюшку обнимает. Ездит каждый год раз или два в Потеряевку. Служит со священниками, с семинаристами, с хористами. А Дулявич там сидит и... Нет, безблагодатную. Это богохольник. Богохольник. На него ссылается другой такой же. Почему? Птицы слетаются к подобным. Батюшку ни разу не видел и решает, почему. А ему ответили, не счастлився. Они не счастливы, не счастлився. Это Бог дал нам супер уникальное положение. Над нами власти не имеют патриархии. И те бросили овец, разбежались. А мы и тогда признавали благодатность московской патриархии. Ну а честно говорить не надо. Такой митрополит, что день и ночь благодарим Бога. Вот я сижу, где он у меня здесь был, у стола. Там было, он там везде посетил, где я бываю. Там дерево обнядет. Он положил, дерево обнимает. И меня не пройдет мимо, чтобы меня обнять, не поцеловать. Да это он лицемерит, чтобы вы на него не нападали. Вы что, с ума сошли? Митрополит, это звание генерал, если по военному брать, я сейчас не могу ошибиться, генерал-полковник примерно. На приемах у царя они по ранжиру были. Примерно. Не примерно, а почти точно. И что бы он там меня боялся? Его по глазам раз и не видно, по улыбке. Вы сейчас с ума сошли. То есть они не знают, что сказать. Больше он никогда к вам не приедет. А он тут же и приехал. И они сразу замолкли. И все, значит, кинуться на него. Никак нельзя. А он член еще священного синонова. Да понимаете? А почему он такой? Он много лет был священником. Он там в Эстонии, там в Израиле, где только не служил. И Господь его отовсюду провел и к нам привел и сказал, вот это ваш архиерея. Его своим считаете? Конечно. Но мы ему в подчинение не поступали. Он не может на меня ни прещения наложить. Я к нему не отношусь. В равной степени он может адвентистов запрещать, баптистов. Он ответил народной линией. Так какую характеристику дал-то? Канонических и догматических отклонений у Игнатия Тихоновича не обнаружено. Я говорю, вы хорошо сказали, что не обнаружено. Я сокрылся, они во мне есть, а вы не узнали. Он засмеялся только. Все узнали. Да, Игнатий Тихонович. Он имеет крепкую веру, пожилой, и требует, а так, к нему уважения. Исповедник, там, с горящей верой. Такую характеристику дал. Я говорю, вы мне написали так, как будто бы окажет священномущеннику. А то, что они говорят, Господь говорит, будут поносить ваше, как неугодное, сыну Божию. То есть, мою молитву не сыну. Или Давыд говорит, враги говорят, нет ему спасения в Боге. Он говорит, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Покажите мне, на кого два или три ролика составлены в интернете. Про меня подсчет показал, примерно 220 роликов. Они мои же ролики берут. А мне чего не брать? Вот у меня роликов 17200. Просмотров 42 миллиона. Чего тут не брать-то? Тем более, я не слепляю нигде ничего. А как есть, вот разговариваю, так и выставляю. Чего тут не брать? Вот сегодня я выставил 17 роликов. 17 за один день. Ну, и что спрашивать? Какое сравнение-то? У них ничего нету. У Осипова 1700. У Андрея, вот я сейчас не знаю, может быть, полторы тысячи. Ну, с 1700 и с 17 тысяч в 10 раз меньше. Так это, что спрашивают, за 9 лет у меня, а у них вся жизнь на этом. Это Бог делает. Повторяю, Бог делает. Человеку это невозможно и никак нельзя. Вот сегодня я сел за компьютер. Было, кажется, 30 минут первого часа ночи. И все. Я разбираю почту, пишу. Бывает еще до 4.40, бывает время, я прилягу. И все равно до подъема я уже встаю. И Володя вот встает, когда в 4.40, он меня застает уже за компьютером. А какие священники, которые, ну, противоположные, характеристика противоположная тем, что вы назвали, какие есть, вы знаете их? Ну, а как сказать, допустим, я знаю, я скажу, а, так это люди такие. Ну, пускай что-нибудь скажет отца Геннадия Фаста. Что-нибудь. Даже самое отъявленное, как Дудин там Сергей и те ничего, он подошел только, ну, Игнатию обречать надо. Отец Геннадий говорит, надо. Почему? Так это требует любой человек. А он, ой, отец Геннадий сказал, Игнатию надо обречать. Ну, уже 3 года прошло, еще не обречаете-то? Зачем вы врете-то? У них ничего нету. Нету. Давайте из роликов возьмем то, где вас видно, как вы работаете. Больше ничего не надо. С людьми, где отдельно беседуете, не просто отвечаете на вопросы, а конкретно человек нуждается. Они не могут показать ничего. Тут у меня может быть в тысячу раз больше материала, чем у них. Я работаю с каждым человеком. Вопросы сейчас мои выставляют, им у меня ответ на 4124 вопроса, им ни на один не ответить так. Он начнет крутить, вертеть, и ничего не будет. А я отвечаю, что Библия говорит, святые отцы, каноны церкви, жития святых, и мировое искусство, поэзия. Ну, ты видишь ответы на занятиях-то, бываешь? Утренние, это когда после молитвы... Не, я ухожу. Ты не слышишь? Нет. А я выставляю, на ютубе-то бываешь у нас? Ну, конечно, как на ютубе. Ну, вот я выставляю там особые картинки сделали о церкви, отдельно картинки, ну и другие, о царе. Какая папка как называется, так и эта картинка главная на этом файле. Отец Наум в Грузии, он тоже трудится? Трудится. Он трудится. Это тоже в моем доме пришел. Он буквально крестик. Я на крещении был, восприял его. Он всегда начинает, говорит, отец мой, отец, как ты там? Недавно вот приехал один армянин здесь. Армянин. Ливон. И поехал туда к отцу Науму Израилевичу. Я, говорит, его знаю, там был и проще. Он, говорит, в Африке находится сейчас. Африка, это район Тбилиси. А вот тот, помните, при владыке Дмитрие, епископе Дмитрие, Дмитриеве, это, как он, Максиме, он крест содрал там с одного священника. А как он, этот священник? Отец Павел Ярмоленко. Да, он остается священником или нет? Его никто не снимал с Таносом. Его запретили в служение, он ушел. То есть он не служит, да? Он служит, он когда-то перешел. Такая юридикция, такая, ну, микроскопическая. Где-то какой-то отдел, какой-то, не знаю даже назвать, церкви. Какой, даже не греческая, а что-то там такое, какое-то маленькое государство, да еще и в маленьком государстве разделение, да конка это разделенное счастье. Никто оттуда не приедет. Ну, он, как сказать, он по слову Божию же, да, все у него. Я знаю, чего его лучше спросить. Ну, вот о кого вы еще знаете? Мало ли я кого знаю еще. Ну, а как? А как? Как он спросил отца Данила Сысоева. Вот когда начал говорить там о старобрядцах, ну, другое, видно, что ничего этого не знал. С мусульманами говорил, открыто, четко, ясно. Так больше никто не будет говорить. Его убили, я знаю, мое согласие. Для меня он священномущенник, святой человек. Его кровь послужила доказательством верности Богу. А паста у него такая вот. Дочка там показывает, полупьяная на радиаторе и прочее. Вот, ухватил зубами, потащил мою в наушники. Все равно все печально, Игнат Тихонович. Ну и что ж, написано, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Мне нравится выражение Ульянова, господина Владимира. Он говорил, радость наша от трудовых успехов. Хорошее выражение. У меня потому и радость. Вот вчера шел КАМАЗ, новая большая машина. Ты, видимо, зацепил этот провод, который телефон идет. Рванул и отобрал. Я не было. И мы с Володей на большую лестницу лазили на столбы здесь. И протянули по земле буквально. Через дорогу ли вы перемахнуть. Вот сейчас с 8 до 10, мне надо уже готовиться. Уже 8.59, наверное, подъедут. Подъедут целиком. Ну все? Ну думаю, да, Игнатик. Спаси Христос. Да, благодарю за вопросы. Хорошо. Слава Христу. Ну с Богом. Давайте с Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.